Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет об Стефанотисе и как его еще называют Мадагаскарским жасмином. Мадагаскарским жасмином его называют, потому что он произрастает на острове Мадагаскар и родина его еще Африка, Куба и острова Тихого океана. Это обильно цветущая вечно зеленая лиана. Он, конечно, очень красивый. У него вот такие красивые соцветия, а бывают 8-10 цветков вот на такой вот веточке. Очень душистые ароматные цветы и причем он еще и выпускает, созревают на нем и плоды. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот образовался у меня плодик. Но я думаю, что там плодик еще где-то есть, но у него просто у меня такой кроном. Я его даже боюсь трогать. Он очень большой у меня. Для опыления второе растение не требуется, то есть он опыляется. Может насекомое его опылить или если вручную, то кисточкой нужно опылить между другими соцветиями. И завязывается такой вот плодик и он созревает 9 месяцев. И там внутри у него находится около 100 семян. Когда он созреет, он становится желтым цветом, напоминает вид манго. И семена вот у него, я уже сказала, они пушистые такие, как парашютики в виде одуванчика. Так что семенного материала у меня теперь будет много. Но, конечно, стоит подождать. И будет плантация у меня с Типомописом. Правда, если они все будут вот такими гигантами, я не знаю, что с ними делать, потому что занимает места он у меня много. Вот выросла вот такая горшая Лиана. Он у меня сейчас сидит в 50-литровом горшке. И у него даже здесь, даже здесь вот видно, что одни-то корни у него. Моему Стефанотису на данный момент, ну, лет пять. Лет пять. Я его покупала обычно в магазине. Он был в маленьком горшочке вообще, в таком контейнере, как обычно продают. Да, вот такие растения там 8 марта. Вот. И я его постепенно пересаживала, пересаживала в более большую посуду. И вот так вот он у меня вырос до таких размеров. Для того, чтобы вас Типомопис радовал своим светением, для этого нужно несколько условий. Первое условие – это, конечно, солнце. Он любит очень светлые и солнечные места. Ну, если вот такое солнце, такое полуденное, да, чтобы не обжигало, его может обжечь вот эти кожистые листья его, то его можно притенять, да, чем-то у полудина. А так оно должно постоянно вот именно вот такое солнечное и очень хорошо освещенное место. И тогда Стефанотиз будет цвистеть. И второе, что немаловажно, это полив. Ну, так как он произрастает, Африка, Куба, там, в общем-то, жарко. И обязательно нужно дренирование почвы делать, чтобы не было застоя воды. И рыхлый грунт. И поливать его по мере пересыхания грунта верхнего слоя почвы, а то и наполовину. То есть я его даже, возможно, и вообще просушиваю. Даже вот у него сейчас в горшке, если его оттуда вытащить, там уже земли нет, там одни корни. И я его поливаю не так часто. И понемножку. И обязательно теплой водичкой, не нужно холодной водой поливать. И иногда я его опрыскиваю. Мелким распылителем я его немножко, конечно, опрыскиваю, чтобы и пыль на листиках, чтобы он дышал, и уже дышит листиками. То есть они должны быть чистыми. И, конечно же, подкормка. Подкармливаю я его для растений цветущих. То есть фертика люкс, моя любимая. И во время весенне-летнего периода я его подкармливаю где-то раз в 14 дней. Грунт подходит абсолютно универсальным. Только можно добавить туда перлит, чтобы грунт был рыхлый. И все. Больше ничего. Можно еще с песочком немножко перемешать. Но песка тоже много не нужно. Потому что он тоже влагу держит. Следующее условие. Он не терпит сквозняков. Он не любит сквозняков. И не любит, чтобы на него попадал именно холодный воздух. Это уже касается зимнего времени. Также не любит расти возле обогревательных приборов. И зимой, конечно, за ним тоже требуется уход. В зимний период его желательно тоже поставить на самое светлое место. Так как это вечно зеленая лиана. Он на зиму не сбрасывает листья. Единственное, он может не цвести зимой. Но у меня он цветет и в Новый год. Он бывает даже распускается и к Новому году. То есть у меня цветочки выбрасывает он постоянно. Но у меня зимой еще плюс подсветка. То есть у меня еще и подсветка на него. И стоит вот здесь возле окна. И кстати про цветочки. Во многих странах букет невесты не обходится без этих цветов. То есть их украшают даже и волосы невесты. То есть они в общем несут вот такой вот какой-то символ. Символ любви, чистоты и преданности. И есть такое поверье. Если у вас зацвел Стефанотис дома, то если девушка не замужняя, то она обязательно выйдет замуж. А если допустим уже семья, то это наоборот благополучие в семейных делах. То есть вот такой вот цветок. И про обрезку. Я его, да, я ему обрезаю. То есть если вот у него усы, он очень, знаете, растет быстро и у него появляется очень много усов. И эти усы, вот они начинают как антеннки такие торчать. Я их просто вот обрезаю и тоже нужно смотреть. А то бывает, знаете, вот усик, допустим, как мне сказать. Вот смотрите, вот усик видите. И он, видите, уже цвете на себе. Видите, вот такие усы, конечно, не нужно обрезать. Я его просто вот закручиваю и все. А вот такие антеночки, которые торчат, я их просто обрезаю. И от этого у него идут вот эти рост боковых. И он цветет как раз на боковых вот этих отростках. Появляются соцветия. И про укоренение. Я, конечно, вам рассказываю все из личного опыта. Но я его не укореняла, честно говоря. Ну, думаю, что укореняется он, наверное, так же, как и другие лианы. Вот брать просто вот, допустим, такую уже веточку, да. Вот, допустим, не новый вот этот побег, он не укоренится. А вот такой вот он уже и цвет поменял. Вот видите, как деревеневший такой. Вот. Я думаю, что его если вот начеренковать, да, то можно укоренить. Вредители, конечно, любят степанокис. У меня был клещик на него. Давно нападал клещик. Но я как-то вовремя заметила. Обработала просто, знаете, препаратом фитовермом или клещевит. Есть препарат. И все на этом. Больше я на нем ничего не видела. Ну, я думаю, что на такое растение, вот такие кожистые листья, любит еще, наверное, щитовка, скорее всего, нападать. Но вот у меня я не сталкивалась с этим. Так что вот, вот такое вот красивое растение. Ну, конечно, для наших широт и чтобы вот в квартирных или домашних условиях добиться такого, что вот даже вот плодик, это, конечно, вообще диво-дивное. Я очень рада. Конечно, если вы хотите добиться такого роста и вот такого большого растения, требуется пересадка ежегодная и больше, больше, больше горшочек. Тогда он будет вот эту массу набирать зеленую. Он будет больше и больше и больше. Если кому-то это интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть. У меня там есть, как я пересаживала свой стефанопис. В общем, лиана это очень красивая. Цветы очень ароматные. Особенно в вечернее время они издают такой, знаете, прям такой, ну, не то что тонкий, а он такой насыщенный такой, прям приятный такой аромат. Ну, конечно, напоминает жасмин, так как это же жасмин у нас. Вполне возможно выращивать его и в квартире, и в доме. Он очень хорошо украшает собой. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok